Подводя итоги прошедших новогодних каникул, мэр отметил, что Сочи за этот период посетило 350 тысяч туристов. И не все местом отдыха выбрали горнолыжные курорты. Около сотни тысяч гостей праздничные дни провели в разных уголках Большого Сочи. Что же касается организационных вопросов, то все они решены на отлично. Претензий в том числе к коммунальщикам у руководства города нет. Нарекания лишь к бизнесу и ценовой политике. Аренда квадратного метра в Красной Поляне стартует от 5 тысяч рублей и может достигать 20. С вопросом ценообразования работу необходимо начать заблаговременно, подчеркивает Пахомов, чтобы в том числе создать там условия и для работы местных предпринимателей. Сейчас же все внимание нуждам горожан. Приоритетом должны стать вопросы, связанные с качеством жизни наших людей. Сегодня важнее важного – это жилищные условия. Ни наших проблем, ни наших проблем. В городе у людей нет. И власти тем более нет этих проблем. Все проблемы у дачника – наши проблемы. Все проблемы у жителей, которые живут в самострое – наши проблемы. Главный приоритет – это улучшение жилищных условий горожан. Также упор в новом году будет делаться на строительство образовательных учреждений. В 2017 году начнется строительство детского сада на 210 мест по улице Астраханской в Лао, а также школ на Мамайке. В поселке Совет Кваджи это образовательное учреждение обойдется в 410 миллионов рублей и в Верхней Беранде. Подрядчик определен, школа строится в Верхней Беранде. Задача ее построить и ввести в эксплуатацию 1 августа, а 1 сентября туда должны пойти дети в школу. Также мы планируем начать строительство школы номер 100 на 400 мест в Веселом. Там, где находится 100-я школа, мы, по сути дела, строим еще одну школу на 400 мест. Были построены в Олимпиаде дома, квартиры. Люди сейчас их заселяют. Естественно, появляется и спрос на школы и на детские дошкольные учреждения. Помимо строительства новых учреждений образования, деньги в городском бюджете запланированы и на реконструкцию существующих. К примеру, 200 дополнительных мест появится в Адлерской художественной школе. Новую жизнь получит и плавательный бассейн второй спортшколы. Выделить 17 миллионов рублей на Вилуверы. Задача от задачи. В бюджете города должна быть заложена сумма в размере 19 миллионов рублей на ремонт дома культуры на КСМ. 19 наших и краевых там, по-моему, 29. И в этом году мы обязаны этот ремонт завершить. Ремонта в 2017 году дождутся и десятки городских и сельских дорог. На эти цели из краевого бюджета выделяется 581 миллион рублей. Это транспортный налог, который возвращается к городу. Обсудили на планерке и текущие вопросы. Тема безнадзорных животных и бесхозных машин должна быть на контроле у глав районов, отмечает глава города. Сегодня им необходимо заключить договоры со службой, занимающейся отловом бродящих собак и кошек, которых на улицах курорта становится все больше, отмечают в ветеринарном управлении. Ну а через неделю на планерке обсудят архитектурный облик курорта и вопросы организации общественной безопасности.